В ранний доступ вышла ролевая игра Baldur's Gate 3 и немедленно стала хитом. Пиковый онлайн на старте составил 74 тысячи человек. Для сравнения, у Divinity Original Sin, предыдущей игры Larian Studios, онлайн был в 26 раз меньше. От неожиданного успеха разработчики даже схватились за голову. Мол, игра сырая, мы ждали, что в нее будет играть полтора фаната, и что теперь делать? Ну, как что делать? Допиливать игру, что же еще? Ну а мы пока разберем то, что есть сейчас. После первых роликов возникли опасения, что игра будет больше походить на очередную часть Original Sin, а не на новый Baldur's Gate. Помните, как в том анекдоте? Что ни делай, в итоге получается калашников. Что же, наиграв 15 часов, мы готовы ответить на самые важные вопросы игроков. Что именно получилось у Larian? Есть ли жизнь в Вавернусе? И не слишком ли ранним получился ранний доступ? Начало игры вы наверняка уже видели в трейлерах. Мирный работорговец спокойно занимается бизнесом, путешествуя по миру на летающем кальмаре. Вдруг появляются какие-то хулиганы с крылатыми крокодилами, и начинают злостно нарушать правила безопасности полетов. Естественно, все заканчивается катастрофой, и частный предприниматель с грузом товара попадает прямо в ад. Там часть товара сбегает с кальмара и становится главным героем игры. Если вы простой фанат Baldur's Gate, то первое время будете лишь озадаченно чесать затылок, пытаясь разобраться в том, что тут вообще происходит. А вот знатоки вселенной Dungeon & Dragons почувствуют себя здесь как дома. И в этом первая особенность игры. Baldur's Gate 3 слишком амбициозна, чтобы быть простым продолжением серии. В первую очередь она пытается отхватить часть гораздо большей аудитории поклонников вселенной Dungeons & Dragons. Да и про собственных фанатов студия тоже не забывает. В раннем доступе нам дают лишь первый акт сюжетной кампании. Казалось бы, мало, но если судить по количеству боев, квестов и персонажей, контента здесь в несколько раз больше, чем в первом акте Divinity Original Sin 2. Исследовать мир здесь все так же увлекательно, как в других играх Larian Studios. Локации, ценные находки и другие секреты спрятаны хитро, но в то же время на виду. И найти не сложно, и нет чувства, что тебя водят за ручку. Авторы постоянно награждают любопытство игрока, причем не только лутом. Несмотря на космических кальмаров и другие чудеса природы, Baldur's Gate более тяжелое фэнтези, чем Original Sin. И если вы опасались, что сценаристы не смогут перестроиться на новый лад, то можете успокоиться. Они справились. Совсем без юмора, конечно, не обошлось, но в целом все стало гораздо серьезнее. Студия не поскупилась на диалоги. Добравшись до рощи друидов в самом начале игры, можно потратить полчаса на одни только разговоры с жителями. Каждому есть что рассказать. Кто-то хвастался, что во вратах Baldur'а его ждет практика у крутого волшебника, другие оплакивали погибших, а влюбленная парочка обсуждала, куда можно сходить развеяться. И таких деталей просто не счесть. Благодаря им создается чувство, что окружающий мир и персонажи написаны настоящим мастером. В окружающем мире тоже чувствуется глубина. Даже самые очевидные на первый взгляд квесты часто имеют второе дно. И вариантов их решения столько, что иногда приходится серьезно взвешивать все за и против. Игра не запрещает идти жестким путем и не наказывает за неправильные поступки. Даже главный квест «Избавление от инопланетного паразита» можно будет в итоге повернуть по-своему. Он, конечно, тот еще паразит, любит выедать мозги, но зато дает много интересных способностей. Так что можно с ним породниться и оставить. Но особенно хорошо авторам удались сопартийцы. Сейчас в игре доступны пять спутников, причем все крайне оригинальные и не всегда приятные личности. Заметно, что разработчики вложили много труда в их историю. Но торопиться открывать душу первому встречному они не спешат. В отряде царит редкое по меркам жанра недоверие. У всех персонажей есть весомые причины скрывать друг от друга информацию. Всех объединяет лишь желание выжить, и многие готовы, если придется, вцепиться в глотки вчерашним товарищам. Все это выглядит свежо, и наблюдать за развитием отношений персонажей действительно интересно. Они ведут себя, как загнанные люди с десятком скелетов в шкафу, а не как герои фэнтези. И наконец, главный вопрос. Что там с геймплеем? Если вы всерьез волновались, что Baldur's Gate 3 будет копией Original Sin, то зря. О предыдущих играх Larian Studios тут напоминают только некоторые базовые механики и интерактивность окружения. Все остальное работает по правилам 5-й редакции Dungeons & Dragons. Поэтому фанатам оригинала здесь тоже будет непривычно, ведь первые части серии делали на базе второй редакции, и с тех пор изменилось очень многое. В отличие от Original Sin, здесь нельзя создать персонажа универсала. Доступные каждому герою навыки и заклинания строго ограничены. При желании можно вкачать сразу несколько классов, чтобы расширить свой арсенал. Но, во-первых, это затратно, а во-вторых, невозможно, потому что эта опция появится только в релизе. Так что развивать персонажа нужно с умом. Бои здесь пошаговые. За один ход персонажи могут выполнить всего несколько действий. Передвинуться, атаковать или использовать заклинания, выпить целебное зелье. Одно и то же действие в большинстве случаев нельзя выполнить дважды за один ход. Думать нужно на несколько ходов вперед, но даже самый удачный план может сорваться из-за недостатка удачи. Да, Baldur's Gate 3 унаследовала главное проклятие настолок. Полную зависимость от случайных чисел, выпавших на кубике. Вы запросто можете четыре раза подряд промахнуться мощнейшим заклинанием, и с этим ничего не поделать. Придется сделать глубокий вдох и думать, как выкрутиться из ситуации. Впрочем, многие предпочитают не думать, а идти и писать отзыв о том, что рандом бесит, а баланса нет вообще. Но нет, ответственно заявляем, что с балансом все в порядке. За 15 часов геймплея не было ни единой слишком тяжелой или несправедливой схватки. Разработчики извлекли урок из ошибок Original Sin 2. Поэтому теперь враги бросают вызов не числом, а умением и использованием окружающей обстановки. Например, в выжженной деревне можно угодить в гоблинскую засаду. Лучники сидят на крышах и обстреливают вас сверху. Сами по себе они не особо опасны, но выгодная позиция дает им бонусы, поэтому нужно либо самому забраться на крышу, либо выкурить их. Как именно? Решать вам! Можно бафнуть атлетику воина, чтобы он одним махом запрыгнул наверх, или накрыть позицию облаком тумана, или ослепить лучников, или скастовать ледяной луч, чтобы неудачники споткнулись и сами упали вниз. Все это делает Baldur's Gate 3 самостоятельной игрой, а не производной от Original Sin. Да, почерк Larian Studios ни с чем не спутать. Но это и хорошо. Никто, кроме них, сейчас не может потянуть ролевой проект такого уровня. К релизу у Baldur's Gate 3 действительно есть все шансы стать лучшей игрой студии. А сейчас это самый обычный ранний доступ, с миллионом багов, в том числе и фатальных, и довольно кривой локализацией. Именно поэтому разработчики не слишком довольны внезапному наплыву игроков. Сейчас проект готов принять только самых преданных фанатов, желающих поучаствовать в разработке. Если же вы просто хотите насладиться отличной игрой, загляните сюда после выхода. Вот только ждать до него осталось еще год, а то и больше.